С 10 июня, почти всегда, это день моего рождения, я выезжаю с детским лагерем в поселок Потеряевка Мамонтского района Алтайского края. И, как правило, пребываю здесь до 10 октября, 4 месяца. В это время знакомой нашей кудрявцей Галини Николаевне, она доверенное лицо, работает там по почте, чтобы отключили у меня интернет, телефон, у меня денег вообще нету, совершенно нету. Последнюю пенсию я ее, просто человек, который нуждается, он приходит, я не прикасаюсь, он из паспорта у меня берет деньги и уходит, даже я не прикасаюсь, но я всегда сытый. Господь так сделал. Я нахожусь сейчас в деревне, вот эта комната называется скворечник, вот, это все здесь мое. И печка сделана мною, а строить помогал, строил Андрей Дробот из моего материала, потом я заплатил, но переведена она на Виктора, но он женился, поэтому в другом месте будет. Это лагерный комплекс здесь. Это его ноутбук, вот он. И он, когда разговаривал со своей теперешней уже женой, с Жанной Сианной, теперь исправниковой из Франции, связь какая-то была по скайпе. Мне вчера звонит наш администратор, она работает, помогает по сайту, по форуму и выставляет, закачивает все ролики. Вот по вчерашний день за неполных два месяца у нас выставлено 410 роликов, ну некоторые еще под замком. А замки снимаю и я, каждое утро, иногда и вечером. У нас небольшая аудитория, которая смотрит. Ну вот за два дня, там 110 человек посмотрели за два дня, считается это в норме. Да и так, кто мы такие? Но оказывается, вчера мне Ольга позвонила, люди ищут меня. По скайпу надо поговорить, там позвонить и прочее, а вы не отвечаете, чтобы я создал какой-то маленький ролик под каким-то названием, вроде бы тем, кто хотел бы поговорить по скайпу. Что меня не будет и возможностей нету. Это пустынное место, платят они дорого за это, вот почасовая какая-то тут плата и прочее. Моего ничего здесь нету, я не платил, узнаю Виктору сколько заплатить. Поэтому говорю для тех, которые говорили со мной по скайпу и хотели бы задать вопросы. Печатать я не могу, не могу, потому что распухшая рука, то ли треснул палец, или удар был где-то. Все, марш, средний палец, зажать. И печатая, я много лет печатал на машине Украина, и поэтому расстояние тут клавиатуры разное, у меня пальца хватает две клавиши, а они тут слитые в одно. И мне нужно, чтобы кто-то пришел, кому я мог бы надиктовать текст. Очень трудно даже подписывать ролики. Я пишу, а буквы не те, а потом выправляю по одной букве и сижу все время, зрения нет, через лупу смотрю. А уж говорить по скайпу, это, понимаете, как, во-первых, дорого, а во-вторых, у меня связи здесь никакой нет. И поэтому, Витя как-то выходил, у него есть скайп, но это не мое. И через четыре, осталось уже фактически два месяца, если Господь позволит, буду в городе, тогда вы найдете, опять выйдете, и там можем мы поговорить. Здесь никакого пренебрежения. Обычно, если я отвечаю, человек много говорит, так мне идти, не идти. Я отвечаю, идти. Так. А вот меня архиерея отлучит за то, что я принял крещение, и так мне что, подчиниться ему, или продолжать там в другом храме, что я должен делать-то? Я отвечаю очень кратко. Подчиниться и молчать. Что значит молчать? Вопрос тогда задают. Молчать означает, нигде архиерейские решения не обсуждать. Образуй группу по книге «Открытым оком», третий том. Там есть материал, пособие для изучения Евангелия от Марка. Как образовать группу? Пригласите священника, продолжай, как бы ничего нигде не было. А он тебе скажет, ты оглашенный выйди. Ну и выйди, ничего не убудет. Я все время стою с оглашенными в коридоре. И все. Ну когда скажут оглашенный, и зайдите, в это время я захожу в сам храм непосредственно. А стою рядом, слышу, вижу. То есть я отвечаю очень кратко, иногда только одним словом. А можно и дальше, я такой-то там-то хотел бы к вам приехать, и то другое. Ответ один – нельзя. И дальше не вступаю в разговоры. Иногда вот под нашими роликами вопросы какие-то задают. Я вообще не отвечаю, тем более здесь. Я только слежу. А если вижу, что он хамит, он безобразничает, ему это не нужно. У нас есть модераторы, там супермодераторы, администрация там закроет его, и больше его выступления не будут видно. Он больше не знает. Он хамит, и хамит. Он не может остановиться. И, как правило, вот так ведут себя, против русского языка выступают, это те, которые часто причащаются. Вот что удивительно, это тоже один из знаков того, что не все здесь благополучно. Не просто причащаться часто, а достойно быть готовым. А, не так. Ну ты причащаешься, ну и успокойся-то, а я четыре раза в году причащаюсь, я тебя не трогаю. Почему ты все время нападаешь и злословишь? Прямо злословят. Да когда у вас вера будет, да у вас веры в это нет. Я знаю, частое причащение, это придумали попы-монахи, это средство в рычаг руководства. Не дам причастия, вздохнешь под забором. И поэтому чаще, то есть выходи чаще, чаще будешь платить, покупать свечи, с пустыми руками в храм Божий не ходи, тут одно на другое уже навешивается-то. Духовная жизнь твоя показывает, что причастие тебе не в пользу. Я уже попутно говорю. Тебе вопрос это стандартное. А вот там было, не было полного погружения, не было крещения. Не было, не было. И все. А кто это допустил, те должны быть извержены. Исана, дальше уже решать их учиться, архиерей там будет. А сам архиерей не крещеный. Как вы его признаете благодатным, патриархи Кирилла? Признаю. Логики нет. Вопреки логике. Но я признаю, я успокоился. Почему ты-то злобишься-то? Вот это никак. Я против того, чтобы воевали, брали оружие, принимали присягу. Категорически. У меня материал в книге к истинному православию. А я за то, чтобы воевали. Ну и воюй. Но почему ты за то, чтобы воевать, готов меня убить-то? А я к тебе отношусь хорошо. Прямо клопается надо. Вот пишет комиссар дьявола, книга Александра Нежного, писателя Александра Иосифовича. И он пишет там, какие были толстовцы, здоровые, крепкие ребята. Там 18 лет в советское время уже. Их взяли. И они в армию оружие не берут. И они пишут письма домой. И понимают, это последнее письмо. А враг нападет, убьют. Но враг не пришел, а их всех вывели, расстреляли. Толстовцев расстрелять. А то советская дорогая власть. А то Ленинская гвардия все вытворяла. Если за войну, значит ты уже убийца. Убийца, сын дьявола. Другого названия. Он человеку убийца и лжец. Надо лгать везде. Да последние капли крови. Тебе кровь не вытекла, а ты уже умер. Да последние капли. Это выражение одно только. Да вот то-то, то-то с родными пусть будет. Как ты можешь заклинать? А убьют, убьют, там убьют. Там будешь валяться неизвестно где. А я умер как христианин. Подражая Стратилату Андрею, Иерону, которые не пошли. Корнилию, Лонгину, которые уверовали, будучи офицерами, сложили свой воинский чин и стали другими людьми. Пошли на благовестие. Я начал с того говорить. Поэтому отвечать на это у меня все уже отвечено. Эти вопросы по скайпу объяснять незачем. Это повторы. О крещении, о службе в армии, о русском языке, о благовестии. Это все книги к истинному православию. Я почему должен быть сегодня другим, каким был вчера? У меня твердое устоявшееся мнение по этим вопросам. У меня нет устоявшегося мнения относительно ежедневных событий. А как вы думаете, переезжать мне, не переезжать? Не знаю. Я определял по двум параметрам. А теперь уже по трём определяю. Необходимо и вот это. То есть я в процессе развития. А как крестить, тут вопросов нет. Даже нет. А вот в заключение разрешается обливание. Раздеть и трижды облить. Если этого не было облито ладошкой, никакого крещения не было. Обливание допускается в дедахе и везде, только в четвертом варианте. Если нет проточной, нет воды, стоящей у озера, у моря, допустим, не проточная, не река. И нету большой сатут, которым погрузить. А где это? Это клиник лежит в реанимации там в барокамере или где вторая тюрьма и пленённый. Где-то вот три момента. Вот для них я объясняю. Вот он вернулся один, узнал всё и требует крещения, полное погружение. Я не могу против пойти, но там о месте пусть архиерей решает. Было ли у него обливание? Их там у него обливание, сон. А может обливания не было? Обливания не было, надо креститься. А если его разделили, в тюрьме был, и возлили на него, он трижды был облитый. Там ведра-то нет, у него чашки-то есть. Всё так и оставить. Священники такого, как правило, уже нельзя оставить. Почему? Каноны об этом говорят. Когда если клиник был, болезнь нет. Ну а в тюрьме, если обливание, видимо, может быть. Ну а если вернулся теперь по-настоящему? По-настоящему надо и креститься тогда. А если он был краплён, он должен быть крещённый. Крещённый. Ребёнок полуживой, и батюшка его там покрапил, в барокамере где-то. Теперь выздоровел, выздоровел, веди его и крести. Он не был облитый, обливания никакого не было. Поэтому меня в скайпе нет. Если я доживу, то я никого не отрицаю. Но предупреждаю, всё, абсолютно всё у нас выставляется после этого на нашем видеоканале. У меня уже не раз было. Тех начинает людей преследовать кто-то. Баптиста там своих, что пришёл к православному. Или православного. И они, ой-ой-ой, уберите мой ролик, там я говорил про мусульмана. Они меня тут заедают. И уже не просите, я не убираю. Я спросил, ты дал согласие. Даже вопросов нет никаких. Вот сейчас нападает сильно на ролик у нас, где Михаил Кальмаев беседует. Там ему Сима тебя принял, Сергий, старый. Он и говорить не может. Говорит, совершенно язык не шевелится. Он столько преступлений в жизни сделал, будучи священником. И Михаил правильно всё говорит. Так вот, настолько нападок творят теперь эти люди на тех, кто близок к отцу Сергею, там ухаживают. Прямо съедают. Те люди не знают, что делать. Как нападают. То есть они как лютые волки нападают. Но если вы такие хорошие, батюшка хороший, ну успокойтесь на этом. Убрать. А почему? Потому что там сказано, что священники все так и делают. Они обманщики. Лютые волки, не щадящие стадо. Они аж лопаются от злости. Смотришь и даже просто человеческого ничего нет. Никакие они не верующие. Я ролик буду убирать. Чего убирать? Мой ролик. Я и трудился. Я его записал. Кому-то не понравится, что я здесь говорю. Он спрашивает, а патриарх может быть назван миссионером? Конечно нет. Он не евангельский христианин. Не рождён свыше. Это я твёрдо вижу. Постоянно и каждый день. А хорош, что не хорош, это Бог решает. Но это эти критерии, которые перед глазами. И вы подошли бы под благословение по первому чину. Подошёл бы и считая его благодатным. Так у вас логики нету. Нету. Но ещё дальше. Убивать меня или оставим до утра. Не верю в это. Я верю в то, что он благодатный. Так он экуминист с колдунами. Он за это ответит. А вот ереси там какие. Герман говорит, Герман своё получит. Что говорит. Он никуда ещё не ушёл. Поэтому мой ответ для всех, кто хотел, чтобы я им что-то сказал, отвечаю. Подождите. Остальное уже сказано на нашем сайте. По-русски зарядите в Google и в Яндекс. Сайт Игнатий Лапкин. Во свете Библии. И на нашем канале сказано. В поисковик зарядите. И на нашем форуме. И на нашем Mail.ru. Игнатий Лапкин. Где я там в шапке. Там у меня два листа. Один из голубя. Богу нашему слава. Благослови Господи Ольгу трудящуюся. И всех, кто содействует продвижению истины. Чтобы все люди были благовестниками. Не сидели. Не были теплохладными. Трудились. Ну не миссионерами. Но хотя бы были истинными христианами. Которые отвергли себя. Взяли страдания. Крест Христов с радостью. И следовали точно по заповедям. Как православные. Согласно канонам соборов. Силенской церкви. Как житья насущат. И труды святых отцов. Аллилуйя. Аминь. Покажи наше все. Продолжение следует.